Сегодня в Верховном Совете Республики состоялось чрезвычайное заседание. На повестке дня главный вопрос – утверждение поправок к указу президента о режиме ЧП. Это уже второе чрезвычайное заседание. На первом, 18 марта, депутаты утвердили указ президента о введении в Приднестровье до 5 апреля режима чрезвычайного положения. 30 марта глава государства внес изменения в указ. Срок действия режима ЧП продлен до 45 суток, то есть еще на 26 дней. Перед парламентариями выступил руководитель оперативного штаба, министр внутренних дел Руслан Мова. Он напомнил, что пандемия разрастается стремительно и что остаться в стороне у Приднестровья не получится. За прошедшие две недели цифры изменились в разы. Количество заболевших в самое ближайшее время превысит 1 миллион. Умерших уже более 40 тысяч, при этом ежедневно умирают около 2,5 тысяч человек. Все мы прекрасно понимаем, что полностью оградиться от угрозы мы не можем. В соседних с нами государствах процесс, связанный с поражением эпидемией, развивается стремительно. Наиболее уязвимые группы населения – люди старшего поколения и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Сейчас для нас основная задача – максимально снизить риски, процитировал главу правоохранительного ведомства пресс-центр МВД. Для этого необходимо работать на опережение, организованно и слаженно. Основная нагрузка, конечно же, лежит на врачах. Однако за конечный исход эпидемии ответственность лежит на каждом, без исключения человеке. Речь о рекомендациях, которые дают специалисты, медики, эпидемиологи. Именно от того, как каждый житель республики будет соблюдать их, и зависит в конечном итоге, как быстро и с какими потерями республика выйдет из этой ситуации. Эти рекомендации нужно соблюдать, чтобы то, что происходит во многих странах Европы, не стало нашим ближайшим будущим. Самое безопасное сейчас – быть дома, проявить дисциплину и ответственность, соблюдать все предписанные меры безопасности, относиться с пониманием ко всем ограничительным мерам, призвал Руслан Мова.